Дичи, которую сложно описать, лучше это увидеть. Вот, сами знаете, что делать сразу, лайкосиком, авансиком, там подписулечка, бубенцы, а потому что любая подписочка без бубенцов, я считаю, не настоящая подписочка, комментарии и, в общем-то, все, что вы так умеете и любите. Все, давайте смотреть, ссылочка на оригинал, как всегда, внизу и, естественно, там же ссылочка на наш великолепный телеграм-канел, в который неплохо было бы вступить к тебе, потому что там, короче, вся информация. Все, смотрим. В конце прошлой недели закончилась Олимпиада в Токио, а значит, самое время подвести ее итоги и... Да, кстати говоря, закончилась, но я, если честно, из нее запомнил, ну, чисто, я не следил, на самом деле, ни за каким-то видом спорта, что конкретно происходило, но чисто запомнил по мемасам вроде девчонки там с этим, с ведьмачком, что там еще было, еще был какой-то чел, который сосками зажигал вроде бы олимпийский огонь, и... Да, и все, в принципе, еще больше про Олимпиаду знать не надо. Это самая важная информация. Все, я, считай, видел Олимпиаду, ребята, полностью посмотрел ее, все, так сказать, виды спорта, все состязания. А, еще, точно, мемас про лошадь, последний мемас, который вышел, по-моему, в последний день вообще закрытия Олимпиады, тот самый мемас про лошадь. Я, возможно, что сейчас заспойлерил, и он нам про это расскажет, я имею в виду он сындук, но извините, смотрим. И обсудить, как на ней хорошо себя показали наши. Наши произвели фурор на церемонии открытия, наши пробрались в сучу видов спорта, наши постоянно... Россия, Россия. Наши. Освятились в новостях. Речь о геконах, конечно же, потому что это Олимпиада неожиданно оказалось тем... А вот этих вот наших. ...связано с видеоиграми. Я, честно говоря, не знаю про это, потому что это что такое? Это Марио выходит на пьедистот, это что такое? Я не видел этого. ...аниме и не только. Началось все уже на открытии, потому что с саундтреком парада на... Я даже открытие не видел, то есть, честно, ну как-то вообще мимо, вот я... Я даже не вспомню, в каком году я действительно за этим следил. Наверное, ни в каком в целом. Вы как вообще за этим следили? Это как Евровидение. Вот есть люди, которые Евровидение смотрят и прям следят, а есть, которые мимо прошло и знают только, кто победил. ...стала музыка из видеоигр в исполнении оркестра. Первыми по зловеще пустому стадиону шли греки по тему Рото из Дрэгон Квест, которая позже сменилась победами фан-фарми из Файнал Фэнтези. Ну, вот то, что сейчас играет на фоне, оно, в принципе, подходит. Достаточно так по-олимпийски звучит. Вот это... Это... Я не знаю, это с одной стороны прикольно и круто, реально, но с другой стороны странно. Я просто не уверен, что эта музыка прям подходит под вот это вот, что происходит на экране. Это, знаете, какая-то... Реально, воспринимается, как победная какая-то музыка игровая, а когда ты видишь, что под это выходят какие-то солидные мужчины в костюмах там, или, я не знаю, в формах там, спортсмены. Ну, странновато, конечно, воспринимается. Да, прикольно. Японцы взяли и вывели свою любовь к прекрасному на новый уровень, потому что весь парад прошел под видеоигровой аккомпанемент. Никакова музыка из Monster Hunter, Kingdom Hearts, Nier, Soul Calibur, а по рассказам о чем... Никера, они там что, косплеили еще, что ли? Что? Что происходило на этой олимпиаде? Может, ее стоило смотреть? Пицца в процессе чуть ускорилась, когда заиграл саундтрек Соника. Ну, а что, вторая жизнь на соревновании... Там еще и, сука, саундтрек Соника играл? Серьезно? Чего? Кого? О них не помешает. Мало того, что гики проникли в ряды организаторов, они были среди наших наших. Российская спортсменка Виталина... А, ну, это то, о чем я как раз говорю. Ее, и потом... Ну, ладно, все, я сейчас спойлерить не буду, сейчас он еще расскажет. Что я тут? Сижу, делаю за него его работу. Все, сейчас расскажет. Краду, краду его хлеб. Например, завоевала золото в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров в медальоне ведьмачьей школы. Ой, я даже видел, на самом деле, вот я это сейчас дополню, я не уверен, что он... Я думаю, он об этом не скажет. Я, короче, видел, что где-то в группе ВКонтакте даже, под каким-то постом, про нее же, она же отписалась сама, я что-то там написал, типа, ой, там что-то очень приятно. И, короче, с ней начали люди из этой группы разговаривать, что-то спрашивать про ведьмачка, про игру. Она что-то там тоже отвечала. Ну, это прям настоящий аккаунт, действительно. И забавная херня. Кота, может, она и направила пулю ардом, но нарушения обнаружено не было. Я вообще не разбираюсь вот во всех этих... Как это называется? Не в видах спорта, а... Слово вылетело из головы, вылетело... Квалификация? Нет, как-то по-другому. Слово, которое вот используют именно на Олимпиаде. Вот эти разные виды спорта, ну, это как бы разные виды спорта, действительно. Ну, слово вылетело из головы, каким означает? Короче, да и понял. Если вспомните, напишите. Прямо сейчас точно не вспомню. Это вот тот случай, когда-то что-то вылетело из головы. Ты ху... Чё вспомнишь? Даже если будешь 2 часа сейчас сидеть и пытаться. Виталину заметили и CD Projekt Red, которые поздравили её с золотом. А когда уже двукратная олимпийская чемпионка вернулась домой в Омск, выропа... О, я там тоже встречаю, это да. А как люди собираются, кстати говоря? Как это происходит? Мне всегда интересно было. То есть, они всегда встречают в аэропортах вот этих людей, да, которые... Ну, спортсменов, которые выступали на Олимпиаде. Как это... Как это организует... Кто организует это? Это какие-то местные власти организуют эту встречу? Или действительно люди как-то... Мне кажется, наверное, власти как-то это делают, людей собирать. Потому что вряд ли сами люди соберутся. Что-то мне так кажется сложно будет людей подсобрать и заставить как-то приехать куда-то для чего-то, чтобы кого-то встретить. Но очень круто. Очень круто. Ну, а очевидно, здесь, да, местные власти постарались. Хор, все дела. Это вряд ли как бы... Сам по себе хор такой. О, давайте соберёмся, короче, споймём ей песню. Нормально ещё. Алпа людей требует заплатить ведьмаку чеканной монеты. Казалось бы. Ну, кстати говоря, на подходе новый сезончик Ташу. Ну вот, теперь эта песня опять привяжется. Ой, я чё-то, знаете, под этой новостью читал, как люди возмущались. Прям истинные, скажем так, боевые фанаты ведьмачка. А я уже рассказывал, когда мы смотрели здесь трейлер именно к сериалу, что я таким не являюсь. Но, тем не менее, меня так удивила реакция, на самом деле, некоторых людей, типа, вот у этих прям истинных фанатов ведьмачка, что у них прям это агрессию вызвало и злость. Мол, типа, опять эта обосланная песня из этого обосланного сериала. странная реакция ребят ну это же реально очень приятно и классно ну типа прям я не знаю разница откуда это из сериала из фильмов герен нравится вам не нравится это что они должны были спеть в игре есть как это почему может они старого сериала должны были взять у каждого блин свой канон я уже в этом дерьме путаюсь кто-то читает игру и каноничный кто-то читает книжку каноничную низкого с луч на но тем не менее да есть вот приверженцы книжки есть приверженцы игры из приверженца старого фильма или старого сериала есть люди которым просто нравится новый сериал и читать них эти других давайте жить мирно чё выкопилось и запись надеюсь вот там нет таки среди тебя среди тебя среди всех твоих личностей отличница светлана гамбой вы выгорала серебро стрельбе из лука гордо размахивая рукавом с безликим каунаси из унесенных ветром сборная узбекистана по художе на гимнастике выступ но ведь этот это просто смена поколений то есть произошло происходит смена поколений и вот этими спортсменами новыми до выступающими на олимпиадах становится новое поколение которое шарит и в мемасиках и в играх и в сериалах и фильмах и в анимешках и во всем остальном вот просто старое поколение на кого и все уже а новое приходит и поэтому конечно конечно всего это становится больше упала в купальниках в стиле sailor moon датский виндсерфер ярко светил прическа как у анга и даже сказал что но это скорее уже бумерские какие-то штучки даже они новое поколение ну ладно выиграл золото благодаря ей американец и грек вообще решили за косплей персонажи из ванписа и встали в их сигнатурные позы ждем когда в забеге на 100 метров будут костюмы значит я сказал про новое поколение не бумеры маскоты российской сборной тоже показали себя во всей красе вы наверняка уже слышали про мишку неваляшку и шапка кота да но я не видел их в действии скажем так если у вас возник вопрос в какой такой подземной лаборатории скрещивают животных и предметы то это естественно студии артемия лебедева о это многое не 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 стоп это все сразу объясняет остается вопрос можно ли считать шапку которая переоделась в кота фури тогда сборная олимпийского комитета россия но иди с шапкой с которым прикольная все-таки должен отдать долл должен отдать должное извините за это вот это вот должен должное но тем не менее должен искать отдать должное это фраза звучит короче шляпа код прикольно выглядит прикольно мне нравится взяла бы золото в маскотном жутковато конечно немножечко но прикольно зачете а пока что она достается австралии правительство которой случайно замутила талисманов фури фурсоны оказались на официальном мерче на буклетах комиксах и монетах которыми даже можно расплачиваться а не дошло до фури на самолетах и это привело некоторых в шок наверное из-за неоднозначной репутации сообщества хотя на деле они ими это так странно что есть вообще в принципе сообщество фури любителей но это право я не объяснила для меня во всем виноват супермаркет вул ворф который стал официальным спонсором сборной и решил заказать немножко талисманов для стикеров на кассе но понятия не имел на что согласился авторы маскота вскоре признали что не ожидали что их прототипы примут и добавили что работодатели точно не знали кто такие фури зато художники точно знали а я точно знаю что все смотрится лучше на большом экране нет интеграция ладно хватит олимпиады бесплатных денег нам еще надо разобрать гору скандалов за последний месяц но начнем с лучшей новости июля анонса steam да 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 палуба от компании клапан портативный компьютер уже успели окрестить убийцы свитча по понятной причине на нем будут идти все игры из библиотеки steam теперь можно да я на самом деле в нашем телеграм-канале о котором вначале упомянул который необходимо было бы вступить но я не принуждаю хочется вступать уже говорил про это и меня так удивило что некоторые что там разозлились читаю жопки у некоторых горят из-за того что ну типа вышел стрим дек они что понодят и есть свитч вау свитч крутой ребята свитчу давным давно пора было бы уже составить кому-нибудь конференцию конференцию составить именно это слово я хотел сказать конференцию составить конкуренцию конечно хотел сказать конкуренцию потому что свитч честно немножечко или во многих вещах знаете ли и в каких-то ценовых вещах ценовой политики и в отношении принципе к тем кто любит эту платформу любит игры на этой платформе так что здоровая конкуренция не помешает этим ребятам уж этим ребятам она точно как мне кажется не помешает честно сама идея то что у тебя есть портативное устройство на котором ты можешь играть в какие-то но не мобильные игры все-таки а что-то поинтереснее побольше посложнее это очень круто switch наверное в этом плане тоже хорошая консоль у меня нет никакой не было честно не пользовался не знаю но как именно портативное какое-то устройство наверное да классно но из того что я знаю от людей которые пользовались пользуются и имеют эту консоль и вообще люди которые вот прям любят даже эту консоль любят игры нинтендо да и любят в принципе свитч в любом случае там во всех проявлениях даже со всеми косяками все равно есть понятие вы какие-то претензии какие-то минусы и странности от самой компании в поведении самой компании steam все-таки скажем честно более дружелю настроены к юзерам всегда был и надеюсь что в этом плане будет не исключение интересно интересно жалко в россии нет даже нигде не закажешь долго сидеть на унитазе и смотреть как steam показывает красивые сотни тайтлов купленные вами на распродаже который вы никогда не запускали ну или наконец поиграть в триплэй который ваш компьютер не может потянуть из-за дефицита видеокарт на рынке главное чтобы гейб успел за спросом для какой видали а это что-то нет недавно недавний видео до какой-то соньки то ps5 до сих пор не справляются это знать это гараж перекупщика просто я сняли на всякий случай ты видосик взятый с вида там знаете на одном из объявлений просто гараж перекупщика или он снял и видео чтобы показать как бы видео доказательства что у него все это есть в частности из-за перекупщиков новость про steam deck становится еще лучше когда узнаешь что и бэй как раз начал банить успешных предпринимателей которые уже начали перепродавать предзаказы за консоли за огромные деньги а начальные цены между прочим вполне такие демократичные гейб даже сказал что они немножко уходят в минус такой ценовой политикой зато в явный плюс ушли создатели южного парка мэтт стоун и трэй паркер потому что корпорация виаком это который парамонт заказали еще шесть сезонов шоу и аж 14 полнометражек ближайший хера себя за сколько в какой период на выйти до конца этого года еще раз погоди секундочку все 14 фильмов должны выйти до конца этого года нет это глупость какая-то еще погоди еще шесть сезонов шоу и аж 14 полнометражек ближайшая должна выйти до конца этого ближайшие суки сумма сделки составила более 900 миллионов долларов так что южнопарковые теперь действительно стали голливудской элитой который причислили себя в весеннем спецвыпуске это чудо конечно же или то не может блин давно не смотрел на самом деле спаситесь без своего ресторана тут как раз последняя касса бани то заявила о банкротстве ну я считаю ваще они обязаны просто проспонсировать это касса бани то так что стоун с паркером хотят выкупить любимый ресторан картмана пофутно продумывая новое меню будут ли там хера себе ну могут себе позволить уже жопные бургеры не уточняется касса бани то может стать меккой для фанатов южного парка если создатели мульта замутят там что-то тематическое а деньги на это явно есть ведь стоуну и паркеру даже пообещали 50 процентов заработка со стриминговых платформ и не зря ведь обратное могло бы привести к ситуации которая сложилась между диснеем и скарлетт йоханссон актриса подала в суд на компанию из-за одновременного релиза черной вдовы в кинотеатрах и на дисней плюс дело в том что по договору ей полагался процент с кассовых сборов но сборы со стриминга таковыми не считаются но неужели у них не было в договоре написано это как то заранее что типа что параллельно не может выйти или какие-то конкретные даты странно договор нам навяжут может они прав на момент заключения никто не знал как к вид изменит индустрию поэтому об этом не договаривались и йоханссон вполне логично захотела переработать контракт и потребовала процент от продаж в дисней плюс на что получила игнор ну как там с деньгами из вариантов оставался только суд потому что формально контракт был нарушен дисней в ответ сделал грустную мордашку и возмутился как это йоханссон может подавать в суд когда индустрии так тяжело из-за панды не не все просто либо у них там было это написано заранее и они его нарушили либо него не нарушил там самые самые юристы разберутся ситуация выглядит комичной но на самом деле это лишь верхушка айсберга потому что с такой же проблемой сейчас сталкиваются куча актеров сценаристов и так далее и многие контракты заключались еще до воцарения стриминга смелости пойти против гиганта хватило не только у йоханссон к ней подумают присоединиться эмма стоун и эмили блант мне понравилось как дуэйн джонсон сказал что в этом участвовать не будет у него все так неплохо а позже актрис поддержала и гильдия киноактеров сша похоже на идеальный сюжет для эпизода южного парка стоуну и паркеру как раз будет чем разбавить новые сезоны деньги на вашем счете там что-то как-то не сложилось они пропали чего к тому же в свое время каньи весту не хватило рыбных палочек и теперь он снова пытается попасть в мультфильм творя дичь в ночь на 6 августа фанаты рэпера замерли перед экранами в надежде что он вот-вот представит новый альбом донда до этого к не две недели прожил в кибитке на стадионе мерседеса в прямом эфире допиливая треки за 16 часов до старта концерта он начал усилить эту так допиливать руки если что и на готовится к выступать потому что все треки они покачался постриг своего коллегу примерил шипастый костюм пописал музыку и покемарил конечно же эй к не вставай тебе на сцену что засранье вообще этого не видел видимо к ней не доспал потому что он покемарил даже во время концерта вместо сцены был круг окруженной массовкой а в центре была инсталляция жизнь в российской общаге один только матраса и личные вещи музыканта на концерте вообще творилось много дичи которую сложно описать лучше это увидеть это чистка ты купил билет на вот это трехчасовое выступление завершилось в и сением из хотя веревки виды были вот если в веревок не было видно было вообще здорово туса на небеса драматично так прямо как у снайдера или спанчбоба помашите ему помашил не дропы телевом в конце выступления слишком высоко было бы падать диск разбился бы ну да дата релиза 9 августа донда уже появилась на айтюнс если бы к ней решил еще подождать судя по реакции фанатов был бы скандал а нам за последний месяц их вполне хватило громким скандалом сопровождался релиз новых властелинов вселенной на кевин смит столько говна поел netflix ща будут спойлеры так что если не хотите кто лучше сразу прячь я смотреть не буду естественно не видел старый мультик для мне кажется нам в принципе не особо близка вот эта серия в россии потому что это насколько я помню даже по телику не крутили ничего не показывали но я имею до старые гигида мультики даже где-то типа могу сериал ли это полноценно полнометражный мульт без понятия но по моему нас такое не крутили поэтому я лично не особо типа мне интересно я смотреть вот поэтому если вы вдруг да то можете да как-то проскипт эту историю потому что спойлеры куда-нибудь кевин смит зазывал всех смотреть на новые приключения химена обещал что-то невероятное и доставил главный персонаж умер в первой же серии отдав лидерство воительница теле там в первой серии вообще рушатся все устои мультсериала вплоть до главного артефакта фанаты такой перезапуск не оценили и начали обвинять смита и netflix в лживой рекламе получит но на самом деле да получается что реально ну по факту что к получается с другой стороны видите здесь как и здесь фан комьюнити очень разозлилась плюс наверное разозлилась потому что кивин смит как бы доверяли очень сильно но вроде чувак делал делал всегда пиздата а сейчас взял и какую-то херню сделал херню сказал херню выпустил это такое байтовская получилось байтовская штука но также часто делают некоторые фильмах там мультфильмах одно дело что знаете когда-то в итоге оборачивается вот как нравится людям как они ожидают тогда они довольны когда как как не ожидали и не нравится тогда прям ушат говна сразу на голову человеку который пытался забайтить ну поэтому конечно кемин смит дурачок в этом плане зачем он это сделал вообще непонятно какую цель вообще преследовала просто придумывая какую-то выдумку и выдавает за правду и зачем обманывать людей чем на пострах ставить это все зачем говорить что это будет перезапуск того же химена до химен же главный герой химена но при этом химена прикончили вот буквально в первой серии дурацкая какая-то штука честно но в любом случае наверное не настолько критично но это наверно для меня потому что я все-таки не являюсь фанатом этого персонажа этого мультика училась что зрители намеренно ввели в заблуждение ведь народ ждал мульт про химена получил мульт про его телохранительницу не знаете я могу наверно понять сейчас вот подумал так буквально секунду что мульта вышел давно давно и прям то есть это прям бумеры бумеры которые ждали перезапуска столько лет и получили такое говно ну да можно мой так знаете если бы габен сказал что выйдет 3 халфа сделал бы третью халфу но но там не было бы вообще ничего из старых просто ничего не было даже монтировочки всякая виртуальная реальность и прочее не в счет я имею ввиду прям игру которую так и называлась бы смит гордо отставил свою идею покрывая озлобленных фанатов матюками но и это не спасло оценки у сериала занижены а в соцсетях все еще пожарище авторы снова обещают что но при этом могу отдать должное смотрите выглядит то все действительно неплохо то есть именно сам сама графика визуально все выглядит очень круто мультик хорошо нарисованные анимации прикольно невероятное в продолжении но теперь верится с трудом кажется еще больше публика обозлина на новый мультсериал только тут уже без какой-либо все короче перезапуск я не знаю есть вообще хоть один нормальный перезапуск старых мультиков сейчас вот столько их на самом деле уже в последнее время выходит и ни одного нормально все одно какое-то вот куда ни плюнь серьезно только хуже делают но они как бы делают под какую-то я не знаю вот прям то есть слишком сильно вот эти все углы срезают и очень сильный как-то смягчают и получается какая-то это если честно потому что так если вот теперь если брать старые мультики делали люди которые не были ну были наверное ограничены какими-то вещами да но чисто вот вот этими повесточными вещами которые есть сейчас они не были ограничены они делали свободно мультика них писали свободно шутки там были свободные персонажи были такими как хотели так и показали а сейчас вот это берут все как бы адаптирует под нынешние скажем так тренды ну это уже теряет ту изюминку которая была во всех этих старых мультиках зачем вообще их адаптировать или делать ремейки что нельзя придумать новые господи в конце концов яской причины проект с первого же трейлера сразу утонул в дизлайках аудитория очень негативно отнеслась к новому упрощенному дизайну персонажей это просто что такое вы сравните что там было какая анимация вообще какая рисовка и вот это что такое школьник что рисовал хотя казалось бы в хорошем смысле имеют не привыкнуть было достаточно для школьника это хорошо для каких-то взрослых людей профессионалов своего дела это какая-то новый микки мауса и утиной истории тоже визуально отличаются от своих прачеров но настолько мощной волны негодования на старте они не вызывали чипа дейл жизнь в парке это переосмысление самых первых диснеевских короткометражек про бурундуков когда они еще не спешили на помощь а просто любили похулиганить и подоставать дональда с псом плута и если отключить в голове мысль что раньше трава всегда была зеленее то это вполне приятный и легкий мульт его юмор понять да он как анимационный блин знаете чем не напомнил о я понял я я вот думал чем не напоминает он мне напомнил знаете старый лет на минуту тоже дохренище лет назад вот эти всякие флэш игры ёпты вот эти флэш игры которые были с анимацией вот и рисованные всякие вот прям точь-в-точь вот так вот так же они выглядели это вот воспринимается как будто какая-то браузерная флэш игра те на любом языке а еще он неожиданно похож на happy 3 friends только с малиной да кстати стилистика похоже вместо кровище так что теперь есть что посмотреть пока ждем финал пятого сезона реки морти из-за которого этот канал почти на все лето превратился в эдакое дополнение к мультсериалу из-за чего временно пришлось отложить другие форматы но уже совсем скоро сын доби будет свободен от реки морти в ского рабства по крайней мере до следующего сезона так что вас ждет куча интересного и разнообразного контента ну а пока розыгрыш розыгрыш тульских пряников видимо а не знаю все пацаны и пацанессы сегодня вот такой вот индучок у нас получился с новостями новостной какие-то новости мы слышали какие-то не слышали но в любом случае было интересно было интересно было познавательно а за это напомню лайкосик с тебя комментарий с тебя подписывали чко и обязательно с бубенцом там короче нужно ставить чтобы уведомление все приходили а ночью а у ануки ануки а иначе все пройдешь а тебе делать не хочется я знаю телеграм тоже заходи ссылочка внизу как и на оригинал с индука все увидимся с тобой где-нибудь и когда пряник захотелось что-то захотелось пряников